Представители Хасавертовской молодежи стали первопроходцами в грандиозном межрегиональном масштабном проекте формирования Дагестанского молодежного корпуса, участников Всероссийского движения поисковых отрядов в местах боев Великой Отечественной войны, который проходил с 8 июля по 10 августа 2017 года. Организаторами поездки выступили Министерство по делам молодежи Дагестана, Совет Дагестанской региональной общественной организации «Ватан Дагестан», общественная организация «Наш дом» и администрация города Хасаверт в лице заместителя главы администрации Хайбулы Умарова. Среди участников экспедиции на местах боев Великой Отечественной войны приняли участие около 10 молодых ребят и девушек с Хасаверта. Уже находясь там, когда человек соприкасается с этой землей, соприкасается с этими погибшими солдатами, соприкасается с этими памятниками, уже в человеке что-то меняется и меняется в лучшую сторону. Когда меня спросили, почему я решила принять участие в этой экспедиции, я ответила, что я поехала ради своих студентов. Я захотела, чтобы дети, мои дети, мои студенты, хасавертовская молодежь приобщилась к этому делу, к работе поисковых отрядов. И я думаю, наши ожидания, они оправдались в полной мере. То есть ребята приехали, я не могу сказать на 100% другими, но мировоззрение у них изменилось в лучшую сторону. Дагестанский молодежный поисковый корпус – это пилотный проект, получивший грантовую поддержку Министерства молодежи Республики Дагестан, благодаря которому молодежь регионов впервые приняла участие в поисковых работах. За это время успели подружиться с ребятами, которые здесь находятся, узнать о них многое, и они также о нас узнали за разговорами возле костра. И это, знаете, очень приятно, что нас хорошо встретили, мы смогли наладить с ними связь и внести какой-то вклад в сохранение истории наших предков. Ведь то, что было здесь, это история каждого. Многие семьи сейчас, почти все, наверное, семьи столкнулись с этой трагедией, и поэтому для нас это очень большая возможность сохранить историю и внести свой вклад. По возвращению домой из поисковой экспедиции в многофункциональном молодежном центре при Дворце культуры «Спартак» состояла встреча представителей молодежных объединений и общественников Хасавюрта с участниками межрегионального поискового отряда «Костер» Орловской области в лице руководителя организации Николая Красикова, который отметил, что за время, проведенное на месте раскопок, молодые ребята из Хасавюрта показали себя только с положительной стороны. Эта работа на данный момент крайне важна. Почему? Каждый из вас, ну, это право, герой Великой Отечественной. Каждый из вас носитель нашей живой истории. К сожалению, нашу историю переписывают. Мы встретились с Кребцовскими высотами, наверняка не представляя, что есть история. Что есть история Великой Отечественной, что есть история наших побед и поражений. Поражения тоже были. О них не стоит молчать. Это всего лишь превосходство на тот момент противника. Ситуативно превосходство. Начало Великой Отечественной войны, 22 июня, является еще и днем, не только скорбным, но еще и праздничным. Дело начало конца немецкого вермута. То есть именно в этот день они совершили свою самую страшную ошибку. Они в этот день напали на сильнейшее государство. Государство российское, советское, многонациональное и непобедимое. Заместитель главы администрации Хайбула Умаров отметил важность и успешность проведенных совместных мероприятий. Подчеркнул, что проект по проведению совместных поисковых экспедиций с участием молодежи из республики, и в частности из города Хасавюрт, оказался успешным. Важно подчеркнуть, что это сыграло большую роль в патриотическом воспитании подрастающего поколения. В нашей сегодняшней встрече послужил приездить наших друзей, уже вопротивных, в дальнейшем уже и городов, нашего поискового отряда, межрегионального поискового отряда «Костер», руководителя нашего друга Николая Красникова и участникова. Мы рады вас здесь видеть, и в дальнейшем, наверное, будет уже своим этапом, как говорится. В состав делегации входили руководители молодежного центра Екатерина Шарунина и Саид Ибрагимов, студенты профессионального педагогического и аграрно-экономического колледжа Марьям Унпиева, Зарья Таджиева, Хабиб Насрулаев, Шамиль Мамедов, Ислам Хабиров, Али Абдулмеджидов. По словам организаторов, проект был направлен на повышение патриотического духа у подрастающего поколения и укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений.